Здравствуйте, меня зовут Ян Лейланд, я арт-директор Star Citizen, и сегодня мы поговорим о внутренней инициативе, называемой Лорвилль 2.0. Теперь с Лорвилль, и особенно с Лорвилль Ситискейп, это, вероятно, была первая крупная зона приземления, которую нам когда-либо приходилось сделать. Это был первый раз, когда мы разместили посадочную зону на планете, и у нас был игрок, летающий туда с минимальными ограничениями, хотя там была действительно большая бесполетная зона. Но когда мы делали последующие посадочные зоны, мы создали немного больше баз знаний и опыта о том, как мы можем эффективно представить городской пейзаж. Поэтому зона 18, Нью-Бэбридж, Орайзен, мы все для них разработали больше техник, и мы всегда хотели вернуться обратно и добавить эти знания в Лорвилль. Для начала я передам слово Эрику, нашему главному концепт-художнику, и он может показать вам кое-что еще. Привет, меня зовут Эрик Ганьон, я главный концепт-художник Стар Ситизен, Турбулент и Монреал, и я здесь, чтобы поговорить о Лорвилль 2.0. Когда я начал работать над концепцией, сначала я создал множество эскизов, черно-белых эскизов с различным подходом к этому городу. Мы создаем боковую панель силуэта здания. Основная причина, по которой нам нужно поработать над этим, в основном связана с проблемами игрового процесса, потому что мы хотели бы сделать игровой процесс во внутренних зданиях, и нам нужно создать большой город, чтобы игрок мог получить удовольствие от полета через него. Да, поэтому после процесса создания набросков и получения одобрения, мне нужно очень хорошо знать след этого города. Мы строим город в человеческом масштабе, знаете ли, у нас в этом городе ничего нет, постройка в серой зоне. Поэтому все строится из того юнита, а строится из юнита CBD. Итак, это в основном две основные единицы, которые я использовал для постройки города. Так что у нас есть некая пропорция по землям и расстояниям к уважению. Вот почему я использовал 3D-основу для работы над этим. Итак, мне нужно убедиться, что соотношение всего подходит, чтобы подойти как можно ближе. Таким образом, основная цель состоит не в том, чтобы сразу копаться в деталях, а в том, чтобы остаться на общей картине и посмотреть, имеет ли смысл горизонт. Итак, это хороший вызов, чтобы поиграть с этим. И я думаю, что проделал хорошую работу над этим, потому что в конце мы чувствуем, что это настоящий город. Итак, я использую свой 2D-фон и концепт художника, чтобы сделать как можно лучший концепт-арт со всеми техниками внутри него, 3D-закрашиванием, набросками, рисованием. И в конце концов, мне нужно было создать очень безмолвную концепцию, чтобы продать мандат людям, участвующим в этом. Чтобы они убедились, что верят в этот проект, и могут сказать, ну хорошо, теперь мы работаем над Лорвель 2.0, и мы готовы двигаться вперед. Спасибо, Эрик! Там есть красивая картинка, и мы получили массу удовольствия, разрабатывая этот городской пейзаж. Сейчас мы не просто разрабатываем концепцию, мы на самом деле только что преодолели рубеж стадии White Box внутри компании. Итак, мы собираемся перейти к Максу, и он покажет вам, где мы находимся. Привет, меня зовут Максим Гиндон. Я ведущий художник по окружению, работаю над проектом Star Citizen. Мой текущий мандат Лорвель 2.0. Во-первых, я хотел бы передать привет франкоговорящему сообществу Star Citizen, а также всему сообществу. Все, что вы делаете и чем делитесь, является большим источником вдохновения для моей работы. Со всеми концептами уже покончено, пришло время начинать работу в движке. И нам пришлось оценить, что можно сделать, чтобы расширить или сделать его намного больше, чем первоначальный город Лорвель, до чего-то, что соответствует нашим амбициям. Например, мы сохраняем район Л-19, мы сохраняем центральный деловой район, мы сохраняем космопорт, и мы строим на этом, и просто расширяем город. Мы провели несколько тестов с транспортной системой рельсами, и пытаемся немного ее расширить. Мы оставляем то же количество ворот, но мы и перемещаем их. Итак, во время этих тестов мы строили город в стадии White Box, очень примитивный, чтобы иметь этот макет, эту быструю итерацию всего города, а затем мы смогли его увидеть и получить отзывы о нем. Таким образом, это будет больше похоже на правдоподобный город. Мы надеемся, что будет весело летать и участвовать в гонках на его территории. Мы строим арки, мосты и, например, подземные переходы, и это делает интересной возможность летать, мы видим сообщество игроков. Они создают опасный геймплей гонок, и это нас вдохновляет. А потом то, как мы строим город, мы начинаем теперь стадию Grey Box. Сейчас у нас есть, например, команда инструментов Монреаля, которые работают над инструментами Гудини. И мы болтаем с ними, смотрим, что мы могли бы использовать из библиотеки инструментов. Будет несколько областей с более высоким уровнем детализации, особенно вокруг посадочных площадок, на крышах и смотровых площадок. И это места, где игроки смогут приземлиться, в конечном итоге они соединятся с внутренними помещениями, которые будут построены позже. И в этом смысле Лорвель будет готов к этим интерьерам. Мы начинали как команда из двух художников, работающих над Лорвель, а теперь нас пятеро, и мы могли бы даже стать больше в скором времени. У каждого художника немного разные наборы навыков, и мы дополняем труд друга, они приносят идеи. Я позволяю им приносить идею о том, как продвинуть то, что мы делаем, сделать так, чтобы это было круто. Это действительно важно. Итак, я надеюсь, вам понравится то, что вы увидите. И мы не можем дождаться, чтобы показать вам больше. Я рад возможности работать над этим мандатом, потому что это будет иметь огромное значение. Спасибо, Макс. Это выглядит потрясающе. И надеюсь, вы, ребята, видите, что даже в формате whitebox, мы видим действительно хорошие масштабы и понимаем, как мы можем сделать городской пейзаж Лорвеля, вероятно, одним из самых лучших. И мы покажем больше в ближайшее время. Спасибо, что позволили нам продемонстрировать вам это сегодня. Наслаждайтесь оставшейся частью шоу. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...